Ну-ка, брат, дай надпись в нее. Святой Евангелие в каждый дом. Ух ты! Сибирская благозвонница. Помоги, Господи. Да вы заходите там все. Заходите, пожалуйста. Слава Богу! Телефоны прям набирайте, и вам ответят. Все. После 100 звоните. Бесплатно, Иван. Слава Иисуса Христа вечная. Здесь видеоматериалы. Есть форум общения друзей. Можно заходить туда. Там разные сигналы. Тебе нужно задавать вопросы. Самому задавать вопросы. Беседовать. И куда это обращаться. Вот там просто сразу в воскресенье ушел. Отдать. Понятно? Оставил все с утешением. Поистине. Духа святая здесь он оставил. А вот тогда помнишь бабку. Что бабка сказала. Ну это, Хрущев-то тоже хотел последнего папа показать со Сталина. Ничего не получилось. Вот он, Христос, здесь с нами. Христос дает всем вечную жизнь. Кто исполнит заповеди его. Вот снова его будет суметь последний день. Вот создатель на земле, который создал человека и землю. О, почитай. Эля Нина, она, создатель Фархада, да? Эля Аят, 37, 37-37 году он родился. В 40-м году Нина родилась. 6 детей, 8, бесконечное семейство. 10, сила Фархада, да-да. Эля, молодец, пятый владелец, на земле полькурил. Он играет. Когда пойдет, правой ногой шагни и скажи, аля, никогда нигде не упадет. Понял? Так, 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 дальше. Я, да, я садусь. Чудесклюковца, датель Фархада, да, все делает сейчас. Все вены, все сойдутся в одну веру. И тогда будет совсем другая жизнь. Бесплатная Евангелие, возьмите. Понял? Да, я понял, да. Сударики, я понял. Так, а вы, это, вы мусульман? Нет, я православная. Я грюченок. А как вы сюда забрались-то, в эту Эльфа? Я даже ездила к Ему. А зачем вам туда ездить? Вам ко Христу надо было обращаться? Нет. Вы хоть раз Евангелие прочитали до конца? Я читала и Библию, и Евангелие, и все, и все отдала. А зачем отдали-то? Вам что не понравилось в словах Христа-то? Что, вы вечно жить не хотите или что? Или что такое? Слушай, от создателя, от этого, от Катаря. Нет, ну вы еще создателя не знали. Он нам журналы, типография в Новосибирске была. Он все нам дал. А сейчас ушел туда-обратно. И я его на солнце видела два раза. А ты Иисуса Христа видел на солнце? Ох. Ну, Христос не говорил, что его надо смотреть на солнце. Христос сказал, все стою у дверей сердца твоего и стучу. Христос говорит, стою у дверей сердца и стучу. И кто отворит мне, к тому войду. С отцом вместе войдет он. И будет вечерять. Конечно, я вас уже много. Я вас уже много. Антихрист, конечно, придет еще. Конечно, в младенец огромную роль играет. Может, он где-то и есть. Слушай, пока тогда сделают речь, не будет никто ничего нуждаться. И все не от того не будет зависеть никто. Сатана это уже говорил в самом начале еще. Так и сказал, все будет хорошо. Будет христос. Он говорит, я все вам дал. Сколько же ересей? А уже шесть центров у нас в одном. Вечер. Конечно. Это вот формулу жизни. Я прочитала тебе. Эту формулу жизни, если заболел ребенок. Евангелие вам? Прочитай эту формулу жизни. Это что? Это Евангелие. Слова Иисуса Христа о вечной жизни. Да. А это сайт. Здесь можно позвонить. Нам по телефону. А это для памяти фотографий. Разрешение надо спрашивать. Да нет, да нет. Там никто поручит вас, вашу репутацию не будет. Тем более вы ничего не сделали. Помоги Господу. Уверен. Всем сердцем настоящего спасителя в миссии. Жаль, что не будет больше никаких пришествий. Не о Библии. Здесь такое уже самое. Да. Совершенно верно. А вот этого нет. А вот этого нет. Это крупно написано. Это 40. Вот этого нет. Возьмите. Нет. Тут позвонить можно. Не надо? Я и так посещаю. Верующий в Сына Божия не погиб, но имел жизнь вечную. Не имеет, ради Бога. Не имеет. Не имеет. А верующие не имеют, а неверующие не имеют. Вы сильно. Нет, вы торопитесь, где-то нахватались чуть-чуть, и все. А что вы знаете? Вы хорошо знаете. Это я уверен, что верующий в Сына Божия может получить жизнь вечную, а неверующий однозначно не получит. Никто еще не получил. Жизнь вечную никто не получил. А как написано, Евангелие от Иоанна, третья глава. Христос воскрес. Евангелие от Иоанна, третья глава. Читайте, просумляйтесь, научайтесь. Спасайте душеньку свою. А вы в Евангелии читали? Да, несколько раз. Читайте, пожалуйста, не торопясь. Не торопясь. Особенно клевитом там про городу написано. Борода у мужика должна быть. Два раза причем. В Библии? В Библии. Нету такого. Ой-ой-ой-ой. Нету. Сейчас я вам покажу свою Библию и скажете, у вас не та Библия. А, вот эта. Ага. Да, я знаю, что Библии. Там много разных. Да-да-да, вы в курсе. Нету никаких разных Библий, все одинаковые. Не придумывайте. Я в Божьем филе над словом Моги. Поэтому не хочу разной Библии. Одна Библия провождаю. Это вы придумали для того, чтобы свой грех оправдать. Больше ничего нету. А это грех бриться. Не стричься. Вот я не вычисту в них те. Ну, а если я вам покажу, то что будет? Покажи. Давай. Где Библия? Нет. Подержи, я достану. Давай. Благослови, Господь. Открываем книгу Левит. Левит, слышали книгу в Библии? Слышал, да. Слава Богу. Читал. Сейчас открываем 19 главу сначала. 27 стих. Открывай, брат. 19, 27. Вы этот шрифт прочтете сами? Поставь ее. Лесни нормально. Двумя руками. Сами прочтете? Если, да будет вам известно, есть Библия старославянская, давно, если толстая. Это то же самое. Которую я... Вы не слушаете меня. Я слушаю, слушаю. Я смотрю. И которую я купил. Читайте. В сумме. Читайте. Ну, я, допустим, сейчас не прочитаю. Книга Левит. Вот эта. Вы прочитаете шрифт. Вот книга Левит. 19 глава. Вот там видите. Ну, это, это, это много. Не, ну, один стих, один стих. Это, это книга, как называется? Левит. Это Библия. Библия. Вот видите. Неславное издание. Видите. Вот. Библия книги Священного Писания Ветхого Нового Завета. Так. Вот. Вот мне будет напишать надо, да? Смотрите, синодальный перевод сделал. 1886. А у меня Алексия. Вот, вот. Нет, вы не знаете, что... Давайте я вам прочитаю. Вот. Левит 1927. Для вас. Вот, Бородинь. Все, я думаю, вычитаем все. Вот смотрите, Левит 1927. Написано. Вот это вычитайте и мне прочитайте. Ну, читайте. Не стригите головой вашей кругом. Кругом. Не кругом, да. Образите. 1927. Вот. Не одежьте, не стригите голову вашей. Да, ну, ну, ну. И не порти края бороды твоей. Края бороды твоей. Ну, да, я понял. Все. 21-ю теперь открывай. Теперь дальше. 21-ю. Не открывай. 21-ю. 21-ю. Вот, смотрите. 21-ю. Левит, так же книга эта. Тут же, недалеко. 21-я глава, 5-й стих. Они не должны брить головы свои и подстригать края бороды своей. И делать нарезы на теле своем. Постригать края бороды своей. У вас нету ничего. Вот я вот бороду имею. Я не имею права подстригать край. Видите, у меня не пострижено. Да, это я понял. Вот, все. Начинайте, отращивайте. Иначе не исполните закон божий. У меня отрощенный есть на фотографии. Но она очень некрасивая. Не у вас будет отличная борода. Нет, она вот здесь полнит, все, и все в кругу, такая, нехорокая. Вот это вот. Вы не думаете полнит или не полнит, а думаете, как угодить Богу. Богу надо угождать. Я тут другое. Я тут другое. Что, поехали? Ага. Или тут еще? А он только разогрелся. Что, взяли? Ну да. А когда, говорю, занятия, здесь все. Распрометит. Это странно для молодого человека. Редкость, да. В наше время это редкость. Отлично. Удивительный блюд, когда он придет. Спасибо. А бесплатно все карты. Ну да. А как на вокзале-то? Та же та же. Да? Виктор Савчин, когда ходил на Благовесие, мы с ним ходили. Ты ушел как раз? Святой Евангелие, бесплатная рука. Вон та же, Святой Евангелие, бесплатная. Одна женщина найдет уже 10 метров, потом такой, бесплатно? Раз, обратно. Салява в России любят туда. На вечной жизни. Как не попасть в арку? Здесь все сказано. Это еврейский. Да, да. Ну так, а Евангелие, это Иисус Христос, то он еврей. Уж простите его. А-а-а. 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 А-а-а.